...пуля на оси кольца с током. То есть у нас с вами есть вот такое вот кольцо, по которому протекает электрический ток. Вот это у нас есть ось кольца, вот в этой точке нам с вами нужно будет определить. Значение вектора магнитной индукции от этого кольца. Ну, давайте берем условие, оно немножко нам мешает. Значит, выделим на этом кольце некий участок. От него мы и будем находить вектор db по теореме биосомарлоплаза. Допустим, электрический ток по кольцу у нас идет вот в эту сторону. В этом случае, если мы воспользуемся правилом правой руки, то вектор магнитной индукции будет у нас направлен вот таким вот образом. здесь у меня будет угол db. Ну, понятно, что если мы с вами будем рассматривать эту картинку в пространстве, то у меня вектор будет описывать вот такой вот конус. Поэтому для того, чтобы определить, давайте спустим, выразим проекцию на две оси. На ось X и на ось Y. Так, давайте мы чуть-чуть его спустим вниз. Вот эта ось у меня будет осью Y. Давайте обозначим вот этот вот угол. Вот этот угол будет у меня 90 минус альфа. И вот этот 90, это 90 минус альфа. Давайте, наверное, не так сделаем. Давайте мы вот этот угол обозначим за альфа. Это будет удобнее, да? А вот этот угол... Этот альфа, это 90 минус альфа. 90 минус альфа, вот этот угол у меня будет альфа. Вот так будет удобнее. Вот это будет угол альфа. Соответственно, вот эта проекция у меня будет. D, B, Y. Вот эта проекция у меня будет. D, B, Y. Ну, в данном случае у меня в сумме, так как мы двигаемся по кругу, интеграл от D, B, X будет равен нулю. А вот от Y все магнитное пуля будет направлено по оси Y. Ну, давайте его найдем. По теории биосовара лопасты, D, B равняется мю, мю нулевое и D, L на синус альфа. Угол между направлением вектора D, L и направлением вектора силы тока. Дело в том, что здесь у меня D, L направлено по касательной окружности. Поэтому синус альфа здесь у меня будет равен и разделить на 4P, R, квадрат. Ну, в этом случае у меня получается остается вот такое простое выражение и D, L разделить на 4P, квадрат. В данном случае R у меня не меняется. R это образующие фонусы. И интегрирование у нее просто происходит по окружности. Поэтому я не буду переходить к углам, а просто возьму так. Единственное, что нам осталось спроецировать, это будет у меня синус. Если это будет Y, то это будет синус альфа. Соответственно, у меня получается D, B, Y равняется интегралу нуля, ну длина окружности, это 2P, R большое, почему я в данном случае R. Это у меня. Вот это расстояние. Вот. чтобы не наклоняться. Делаем 4P, R, минус мю нулевое И, D, L, синус альфа, делить на 4, и R квадрат. Ну, мю мю нулевое И, синус альфа, 4P, R квадрат, это констант, их можно вынести. Интеграл от D, L будет просто L, поставляем подъем 3 на 4P, R. В результате у меня получается B, X, B, Y, B, Y, будет равняться мю, мю нулевое И, 2P, R большое, 2P, R большое, синус альфа, разделить на 4P, R квадрат. Ну, давайте мы выразим это выражение через вот это расстояние А, это расстояние от центра окружности до точки, в которой мы определяем значение вектора магнитной индукции вот до этой точки. И через радиус окружности, да, ображающего конуса выразим угол в этот выразитель. Итак, синус альфа, синус альфа, это не что иное, как отношение у нас с вами, отношение противолежащего угла, то есть R, гипотенузе, а гипотенуза у меня R. Соответственно, здесь получается R куб, а вот этот синус вот мы уже выразили. Дальше, R на R, R квадратик, ну и R в кубе, которая находится у меня внизу, можно выразить через теорему Пифагора. Соответственно, ну я особо здесь не разжевываю, плюс G нулевое, и миллионное на 2, R квадрат, получается у меня здесь R в квадрате плюс А в квадрате в степени 3А. Значит, в итоге у меня получится формула, в итоге получится формула, для определения величины магнитного поля, ну так как для величины магнитного поля на оси кругового тока на расстоянии А и R это радиус этого кругового тока. Вот такая вот форма. Ну, ее можно легко преобразовать, если А у меня равно нулю, то тогда у меня получается здесь мюминулевое и деленное на 2R. Это формула соответствует формуле, которую вы знаете из курса средней школы, да, когда вы определяли значение вектора магнитной индукции на оси кругового тока, то есть в центре кругового тока. и она равнялась зеленая на 2R. Ну, как вы видите, у этой формы легко кто преобразуется. Все, задача решена. Субтитры создавал DimaTorzok